Есть свободное время? Не знаешь, чем заняться? Мы предложим варианты. Выбирать тебе. Молодёжная памятка. Всё о досуге для тех, кому ещё нет 30. Молодёжная памятка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, в это время на волнах радио 4 передачи «Молодёжная памятка» и её постоянные ведущие Сергей Овченков. И Кирилл Крабу мы снова рады рассказать вам не то чтобы о досуге даже, а в этот раз поговорим о том, что можно было бы прочесть на этом самом досуге. Совершенно верно. Мы уже с тобой так часто, Кирилл, говорили о том, что какие студии, куда пойти, какие мероприятия. Но ведь бывает же такие... Боевые искусства. Боевые искусства, культура и так далее, и так далее. И бывают моменты у людей, у молодёжи, когда они просто лежат на диване и не хотят никуда идти. Но можно было бы что-нибудь почитать. Да, тем более вот снег выпал как-то лениво за окном, например, да, и сразу думаешь, что «А я никуда не пойду, найду-ка я себе какое-нибудь занятие по душе». Поэтому сегодняшнюю передачу, можно так сказать, она посвящена продвинутым лентяям, которые читают всё-таки не простые какие-то гламурные журналы, а всё-таки интересную вещь. Дело в том, что год назад у нас уже в гостях был этот человек, когда мы рассказывали про двухлетие журнала «Плуг». Именно. Про этот самый журнал мы говорить и продолжим, только сейчас уже не двухлетие, скажем так, а трёхлетие. Итак, дамы и господа, приветствуйте, у нас в гостях музыкант, главный редактор журнала «Плуг» Дан Ротарь. Даня, здравствуй. Привет, ребята. Три года, как много в этом слове. Ты вот даже виноградный сок принёс к нам в студию, дабы мы могли символически отметить сие события. Но, тем не менее, давай начнём с того, что всё-таки журнал продержался, доказал, что он, в принципе, читаем, нашёл свою аудиторию, нашёл свою нишу. Три года, на самом деле, для нашего журнала это, пожалуй, действительно нормальный такой срок, потому что все пророчили три номера, когда это всё начиналось. А тут на минуточку, как бы, вот я с собой принёс восемнадцатый. Мы результатом довольны, и на этом наостанавливаться не собираемся. У нас куча всяких новых идей, мы развиваем всё это дело. И, в общем, есть чего сказать, я думаю, мы по порядку начнём. Ну, хорошо. Тот же самый вопрос, который я задавал тебе год назад. Начиная с первого номера и заканчивая вот сейчас новым, восемнадцатым номером. Насколько «Плуг» развился отталкивать от первоначальных критериев, которые вы ставили перед собой? Изначально это же было как? Такой небольшой между собой, чек, свои для своих, как бы, пишут. Он был сосредоточен абсолютно на каких-то узконаправленных темах, потому что, ну, нам казалось, что это наиболее выгодная для нас позиция, потому что нам самим это интересно. Нам не особо был интересен весь этот москульт, потому что этого и так слишком много. Вот. Мы от этого не отошли, это до сих пор так и есть. Грубо говоря, это журналы, как бы, пишут, типа, свои для своих, ну, для тех, кто в теме, но элитарщиной мы не грешим. Особенно за последний год у нас очень расширилась аудитория и спектр тем. Вот у нас был театральный, например, номер, да, для нас писали очень уважаемые, значимые люди на всякие такие разные темы, которые, в принципе, вроде бы вполне форматные, скажем так, а-ля не про андерграунд, а про театр. Вот это то, почему номер был посвящен еще про какие-то вещи. Люди, которые работают давно в журналистике, но при этом, как бы, у нас все это под определенным соусом было подано, как бы, вот. Ну и так далее. Вот, опять же, как бы, в прошлом году у нас вышел спецвыпуск. В декабре бабочка — это работа Елены Мельниковой Григорьевой, которая является преподавателем Терцкого университета, она семиотику преподает в этом году. Мы планируем выпуск такого же специального номера в декабре про эстонскую матрицу. Особо распространяться про этот проект мы сейчас не будем, вы сами все поймете, прочитайте. Это очередная новогодняя открытка от нас будет. Ну и я считаю, что, в принципе, общий уровень журнала, он вырос, но мне очень импонирует то, что мы абсолютно не изменили своим каким-то взглядом, которые сосредоточены на довольно неформальном подходе. Мы, знаете, вот у Джона Леннона была книжка «Пишу, как пишется», да, вот его абсурдистских рассказов. Мы бы могли назвать наш журнал «Пишем, как дышится», вот так. Дан, я знаю о том, что в середине этого года, в период с двухлетия по трехлетия, перед плогом стоял такой острый вопрос, а будет ли он выходить дальше в печатном издании. И это касалось, в первую очередь, как я понимаю, финансовой тематики, потому что был вопрос, будет ли дальше поддерживаться культур-капиталом или нет. И все-таки я вижу, что вот перед нами сейчас выпуск 18 номера в бумажном варианте. Вы преодолели этот барьер или нашли какие-то новые пути? — В какой-то момент мы думали, что культур-капитал нас уже поддерживать не будет, мы думали пойти по пути краудфандинга. У нас тоже, кстати, в плуге была статья про краудфандинг, это можно прочитать потом из последних номеров, когда, в общем-то, все люди с миру по нитке, как бы, да, скидываются и что-то издают. Так издаются альбомы. — Би-2 окупился, так, альбом, я знаю, Радио Хэ, по-моему. — Более, чем окупился. Ну, это, да, мы все знаем. А тут внезапно, как бы, все как-то встало на места, культур-капитал поддержал, мы смогли, и все в порядке, в общем-то. Да, будем издаваться дальше в печатном виде, и, в принципе, я думаю, что мы, даже если что-то случится, мы все равно найдем вариант издаваться в печатном виде, потому что, мне кажется, основная ценность плуга заключается в том, что этот журнал можно почитать не только в сети, но и подержать в руках. Для нас очень важна, я уже говорил об этом много раз, чтобы был артефакт. Я понимаю, что сейчас в туалет все ходят с ноутпадами, но мне кажется, что вот эта вот шершавенькая бумажечка замечательная. Кстати, у нас очень мягкая, приятная бумага, как бы, и, ладно, я как бы не к тому. Читать ее приятно на любом седалище, поэтому, я думаю, мы будем продолжать искать варианты, как этот журнал издавать дальше, вот в том виде, в каком он издается, не забывая о Web 2.0. Аль, грядет такая вещь, как Плуг ТВ. Более подробно об этом, пожалуйста. Ну, во-первых, у нас будет обновляться сайт. Сейчас у нас будет обновление, мы на базе Wordpress, наверное, все это переделаем, потому что сейчас там есть такая читалка, листалка, как бы, да, и ты на конкретную статью не можешь дать какую-то ссылку, вот. Мы сейчас все это обновляем, сейчас потихонечку этот процесс идет, можно будет на каждую отдельную статью давать конкретный линк. Собственно, журнал станет гораздо более таким мультимедийным, что ли, да, и мы думаем запустить туда на сайт такую рубрику, как Плуг ТВ. Причем она будет заключаться? Так как на базе Wordpress он будет в виде такого, как дневника стендалона вестись, типа, ну, естественно, можно будет по календарю найти любой интересующий у вас материал, будет очень удобное оглавление, но при этом, как бы, мы будем периодически выкладывать всякие материалы, заливая, наверное, это, скорее всего, на YouTube и давая туда ссылку. Плуг ТВ, что это такое? Нас одинаково интересуют как такие серьезные проблемы, как встреча в верхах, то есть, когда голубь и чайка на мусорном баке тусуются, и мы под каким-то соусом, так и мелкие какие-то совершенно никому не нужные дрязги, это когда политики в фанкрале пьяные ходят, как бы. Ну, вот, собственно, как и журнал Плуг, он всегда и существовал. Вот спектр тем будет такой. Как это визуально будет воплощено, это вы сами все увидите, как бы. У нас есть достаточное количество народа, которым это интересно, которым интересно этим заниматься. Это будет нормальный такой панк-рок, только юность, только хардкор, только дети. В общем, все здорово. Буду ли я прав, если посмею предположить, что Плуг станет в какой-то степени немножко более провокационным? Да уж куда уж провокационнее, потому что мы же все время говорим о том, что нас абсолютно не интересует то, что об этом журнале думают. Мы просто делаем то, что нам интересно. И мне кажется, провокационности больше не станет. Просто она так немножко так разрастется, как такая черная дыра, как бы. И мы в себя немножко берем еще больше вот этого всего глобального невероятного, назовем это так, как бы, который мы... В этот словарь синонимов в моей голове помогает. Который нас окружает, как бы, и, наверное, это станет еще более наглядным отражением того мира, в котором мы живем. Потому что пока что Плуг — это статичные картинки, очень красивые, кстати. А потом это еще будет такой моушен нормальный. Аудитория расширяется в плане количества читателей, а в плане возрастного контингента она увеличивается, или все равно остается какой-то определенный срез, выше которого, например, люди не открывают его? На самом деле я заметил, что за последний год у нас, да, у нас расширилась область читателей по возрастному фактору. Типа, да, у нас сохранилась вот эта молодежная аудитория, но гораздо больше людей старшего поколения стали нас читать за счет того, что мы делали какие-то спецномера по вот таким вот темам, которые предполагают под собой гораздо более такой серьезный подход. У нас очень много с Тарту было связано, как бы и много людей старшего поколения писало в журнал. Соответственно, очень много отзывов приходило из непосредственно Тартовского университета, от преподавательского состава даже, что очень приятно, кстати. И, ну, мы там вот в театральном номере, опять же, мы там и про Липс вписали, и про других театральных деятелей этого замечательного города и университета. Ну, это все можно в журнале прочитать. Сейчас не буду распространяться про содержание. И, да, что радует. И все больше позитивной критики со стороны старшего поколения, что, конечно, радует. Но ни в коем случае, опять же, это не говорит о какой-то формализации журнала. Мне очень нравится, что Плуг остается таким, каким он, в принципе, и задумывался. Он вырос качественно, это приятно. Мы себе не изменили, и при этом он, так сказать, набирает какие-то обороты. Ну, я думаю, что, знаете, как у медьков было. Я это, конечно, не всерьез говорю, но напоминает картинка. Медьки всегда будут в... И поэтому они захватят мир. Я думаю, что вполне нормально находиться в такой оппозиции к мейнстриму, и при этом потихонечку этот мейнстрим под себя и подминать. Ну что ж, получается. Плуг — это такая компашка панков-энтузиастов, которые просто хотят делать то, что им нравится, не обращая внимания ни на кого и больше. Делай, что должно быть, что будет. Здесь есть еще и просветительский момент. Мне кажется, что многие люди недооценивают то, о чем не пишут в официальной прессе. Например, посмотрим на вечеринки, которые происходят у нас в городе. Люди, которые... Кто-то из них друзья, редколлеги Плуга, а кто-то сам редколлеги Плуга. Ну, в общем-то, практически полностью. Команда «Спутника», да, вот эта серия вечеринок «Спутник», это они все входят в эту тусовку Плуга. «Спутник» — это вечеринка, которая, в принципе, примерно за год, да, собрала такую нормальную аудиторию, довольно объемную. Мы даже Open Air делали в августе. Об этом обыватели простые, может быть, не знают, как бы. Это один из тех факторов, то, что они вот не знают, да, которые мы хотим ликвидировать просто с современной жизнью, потому что, на самом деле, там происходят действительно интересные вещи, а, зачастую, гораздо более интересные, чем нам предлагает какая-то, ну, назовем так, официальная культурная прослойка. Вот, кстати, у нас была серия вечеринок-плагин, которая посвящена журналу, теперь мы их совмещаем со «Спутником». Собирается обычно очень много народу, и это довольно продвинутая такая молодежь. Я не люблю, конечно, это определение, но, мне кажется, без него не обойтись, потому что люди совершенно не закомплексованы в плане эстетики и восприятия чего-то нового, какого-то нового искусства, чего-то вот. И, в принципе, потенциально каждый наш читатель и каждый человек, который приходит на эти вечеринки, он может стать автором блога, и часто так и становится, что многие люди, побывав на этих вечеринках, они вот хотят что-то рисовать, там, писать, да, они просто пишут нам, да, мы, как бы, если у нас сходятся интересы, действительно, мы начинаем сотрудничать. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот эти, я бы назвал это постпанки-энтузиасты, как бы, они, мне кажется, я не хочу сказать, что мы входим в тренд, но мы занимаем все более уверенные позиции в том, что происходит на культурном ландшафте нашей страны. Мы его вспахиваем. Да, ну, как ты считаешь, если открыть, например, наши, ну, новостные порталы, я имею в виду, развлекательные, не официальные, а именно развлекательные, не будем сейчас их называть, то есть все прекрасно знают. Зачастую можно увидеть сбоку, там, галерея, смотри вот это гламурная вечеринка, смотри вот это, смотри вот это, то есть везде там роскошные девушки, там, прикинутые пацаны, или как еще сказать, то есть очень много гламура, то есть, ну, при этом, кстати, я ни разу не видел ни одной галереи, может быть, я пропустил, с вечеринок таких, как Плагин, Спутник, и так далее, и так далее. Слава богу, потому что у нас же не бестиарий какой-то, да, чтобы находиться в одном ключе с какими-то гламурными вечеринками, у нас очень красивые, ухоженные и стильные люди ходят на вечеринки, это совершенно, вот это тоже, опять же, совершенно культурная оппозиция тому, что в основном происходит. Я, наверное, сейчас распугал кучу народу, но я думаю, если у кого-то случился адский бадхёрд по этому вопросу, я думаю, что это тогда, значит, он дальше слышать не будет, это нормально. А у нас есть по личным каким-то каналам через спутниковскую тусовку, через плуговскую тусовку, у нас, конечно, постоянно есть фотоотчёты с вечеринок, в первую очередь в Фейсбуке можно посмотреть, у нас есть великолепные фотографы, Лёша Емшанов, Настя Левина, Кристина Кромберг, да, там, Лёли Киванов фоткал, там очень много народу, которые выкладывают замечательные фотоотчёты, очень красивые, и слава богу, что в этом нет никакого гламура, это просто эс-из. Что мне больше всего нравится в этих фотоотчётах, у них на фотках получается показать суть людей, а не их оболочку какую-то, такую, знаете, тщеславно-надменную, и мне это очень нравится. Ну, наверное, тоже от людей зависит, скорее, и от тех, кто фотографирует, и от тех, ну, хотя, ладно, не от тех, кто фотографирует, для них это часто просто работа, а от тех, кто ходит, это да. Вот мне очень нравится аудитория наших вечеринок и нашего журнала, это действительно думающие, умные люди, и даже если мы берём молодёжь, которая сейчас, да, вот всё вот, такая совсем-совсем молодёжь, да, которая начитается в Википедии, и, слава богу, Луркамори, они всё знают вообще на свете. Школота, да, вот школи вот эти замечательные, они всё знают, но часто вот как бы, да, вот молодые люди, они всё знают, но через себя ничего не пропускают. Не слушали всё на свете музыку, но это всё через них не прошло, и как бы они читают критику, они читают там какие-то отчёты, вот, и, ну вот. А вот наша аудитория, они, это очень вдумчивые, интересные люди, и подойдёшь ты человеку, которому, там, 15 лет, да, у человека есть совершенно ясная своя позиция, что, типа, вот так и так. Поэтому я считаю, что каждый из них может не кисло писать, например, в ту же афишу и всех уделать там авторов, которые, например, сейчас очень прутся от последнего альбома «Моторамы», допустим, да, который мне вообще не понравился. К чему я задавал этот вопрос? К тому, что с коммерческой точки зрения, например, подобные фотоотчёты, вот, например, на вот этих порталах развлекательных, они, в первую очередь, помимо ознакомительных, они могут ещё принести, как бы, и коммерческую выгоду, потому что какие-то люди со стороны, не зная о том, что происходит на этой вечеринке, на этой тусовке, они посмотрят, а почему бы ни в следующий раз туда не прийти? Сейчас же ты сам упомянул о том, что вот эти фотографы, которые фотографируют плагины, спутник, так далее, так далее, они всё-таки для своего узкого круга. Со стороны человек, не каждый человек со стороны найдёт эти фотографии и этот фотоотчёт. Опять же, получается, замкнутый круг, ограждённый колючей проволокой. Понимаешь, тут такое дело, что Фейсбук — это абсолютно открытое пространство, и колючую проволоку вокруг себя видеть начинают люди, которым ничего в этом мире не интересно. В Фейсбуке найти можно всё, что угодно, как бы, и, в общем-то, все эти фотографии, они летают по интернету и по этому Фейсбуку, как бы, и друзья друзей их видят, как бы, и мне кажется, отчасти именно из-за того, что кто-то был там отмечен на фотке, кто-то смотрит, а что здесь была за вечеринка, ага, или там кто-то залайкил, или кто-то там расшарил последний номер плуга, друзья друзей подключаются, а что это было, почитать понравится, окей, сейчас всё очень удобно. Благодаря Фейсбуку аудитория нормально так разрослась, я скажу. Что меня, конечно, печалит в Фейсбуке, это то, что там всё очень скоротечно, но в силу того, что наш журнал выходит на бумаге, в силу того, что у нас есть совершенно чёткое видение, как он должен существовать дальше, мы ни в коем случае не считаем, что вот эта вот тиражируемость его в социальных сетях на него хоть как-то повлияет. Пускай просто люди подтягиваются, да. У нас, кстати, такое негласное правило, Олеся сказала, что она всё время порывалась что-нибудь ответить, когда кто-нибудь какую-то критику где-то писал там в Фейсбуке или ещё что-нибудь, что это вступать в диспуты. Я ей сказал, что как бы, Олеся это наш ответственный редактор, а я безответственный. Когда она попыталась вступить в какие-то диспуты, я всё время говорил, что нет никаких обсуждений. Всё, что мы хотели сказать, мы сказали в журнале. Поэтому бесполезно с нами дискутировать, в какие-то дебаты вступать. Если кому-то что-то интересно, у нас спросить, пишите на plug.atplug.ee. А лучше вообще, если вы хотите посотрудничать в любом виде, порисовать, пописать там или помочь материально. По твоему мнению, кто сильнее сейчас влияет на молодые разумы? Гламур или вот тот же самый, я бы назвал, альтернативный мейнстрим? Здесь всё очень сложно и многогранно. Естественно, 95% населения, сами знаете кто, и основная проблема музыки в России, это, естественно, ты. Не ты, Серёжа, а вот, ну вот ты, который, вот, это Захар Май, вот как говорил. Вся проблема в том, что у нас ещё вот очень много обывательщины. А в Эстонии это очень удобно, здесь можно ничего не делать, как бы, и нормально себе так спокойно существовать. Вот Шевчук, я помните, говорил такую вещь, он когда из Уфы переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда ещё, я помню, он такую фразу говорил, что в Москве можно ничего не делать и нормально жить, а в Питере нужно делать хотя бы ничего. Вот у нас, в принципе, в Эстонии, как бы, вот этого ничего даже делать не надо, у нас вот именно можно так вот спокойно так вот перекантовываться. Вот это как раз-таки больной такой момент, как бы, что люди, им как бы так нормально, спокойно вроде бы живётся, да, и они становятся равнодушными, и это очень плохо. Равнодушными быть нельзя ни в коем случае, нужно хотя бы не обязательно иметь чёткую, там, гражданскую позицию по поводу событий в Никарагуа, как бы, да, это можно к этому никак не относиться, я согласен, но то, что происходит хотя бы у тебя под боком, ты уж, будь добр, хотя бы смотри, потому что мы сталкиваемся сейчас с такой проблемой, что люди, они как бы живут в нескольких медийных пространствах, вы же сами это понимаете, что у нас русскоязычная часть населения, она смотрит первый канал, она живёт российскими новостями, как бы, и в общем-то, да, либо они читают какие-то новостные порталы, активно комментируют там, и понятно, во что это выливается всё, совершенно никакого толку в этом нет, они не пытаются что-то изменить, как бы, и мне кажется, что молодежь сейчас находится на перепуте таком, каком-то непонятном, у неё есть интернет, дофига информации, как бы, непонятно, из чего выбирать, непонятно, что хорошо, что плохо, потому что в те времена, когда мы там с вами росли в 90-е, мы добывали нашу информацию, там, вгрызаясь в неё, там, когтями и зубами, как бы, и мы научились её ценить, а сейчас, как бы, молодёжи такая проблема, что да, как бы, она вся пролетает, вот так вот, в один глаз влетела, а потом через другое отверстие вылетело, как бы, и это, как бы, непонятно, оно мозг зацепило или нет, и как бы, очень мало, не то, что мало, но, как бы, небольшой контингент этих людей, они действительно могут, впитав эту информацию, сделать, допустим, ну, хотя бы, что-то в пику ей, да, там, ну, что-то замутить, интернет нам даёт столько возможностей, опять же, у нас очень много молодых читателей, да, они абсолютно врубаются, что такое плуг, и они абсолютно понимают, зачем это им нужно, зачем вообще нужен плуг, и они вообще не запариваются по каким-то таким проблемам, которые их вообще касаться не должны, вот это здорово, потому что половина проблем, которыми люди живут, и которые они решают, они их вообще не касаются, и они не должны их касаться, основная проблема, это то, что люди думают не о том, работают не над тем, и получать ничего в итоге, к сожалению. Но вот это и есть вот это вот мещанство. У нас это очень, конечно, развито. — Но у молодёжи есть, в принципе, другая проблема. В таком случае, если уж мы заговорили о ней, я хотел другой вопрос задать, но раз уж ты вот упомянул, у них есть проблема, как выбрать и как фильтровать. Информация моря и ваш плуг — это всего лишь, скажем так, один источник в море тому подобных. Ну и почему выбирать его? — Почему? Да, я бы сказал, кому выбирать. Если ты умеешь абстрактно, нестандартно мыслить, если тебе интересно не то, что тебе просто подают, а то, что задаёт вопросы, на которые ты сам можешь найти интересный ответ и ещё и поспорить, да, вот тогда нужно выбирать плуг, потому что мы же своей основной задачей как бы ставим всё-таки вот эти просветительские идеи, как, может быть, кому-то странно, может быть, и слушателям покажется. Вот именно вот этим всем постпанкам мы пытаемся людям показать, что можно быть такими, какими вы хотите быть, и вам за это ничего не будет. А если будет, то можно всегда ответить. Ну, например, три года журналу просуществовать. Это, по-моему, нормальный ответ. — Под окончание нашей программы, Дан, скажи, пожалуйста, ну ладно, плугу три года. Какая-то вечеринка намечается по этому поводу? — О, да. Вечеринка будет просто грандиозная. 1 декабря в Киномае, это что в Старом Городе находится, будет вечеринка такая, совмещенная со спутником, плагин очередной. Накануне дня рождения плуга мы поставили перед собой очень важную задачу показать всех авторов, ну, по возможности всех, кого получится. И мы начали снимать фильм. Это полный DIY, там всё с плеча, в общем, как журнал и существует. Но это не говорит о том, что это некачественно. Это фильм о людях, которые рисуют туда, которые туда пишут, о друзьях этого журнала. Один мой собеседник засветился в этом фильме, его можно будет увидеть. В общем, этот фильм смонтируем и в Киномае 1 декабря покажем. Будут выступать группы, например, я думаю, многие наши слушатели знают, что такое PX Band. Этот ансамбль будет там выступать, мы будем играть новые песни, новую программу. Будет выступать группа Flip Point, будет выступать новая группа Tarai. И я думаю, что в скором времени решится вопрос, наверное, ещё четвёртого какого-то выступающего. Поэтому приходите. Я думаю, информации будет очень много ещё по этому поводу. Скоро это всё будет активно тиражироваться. Это совершенно такой формат открытый, как бы, тем более Киномае, как бы, там можно будет и кино посмотреть про тех, кто этот плуг делает. Вы увидите, насколько это достойные, замечательные люди, которые тут и там, на самом деле, хлебом не корми, дай сорваться в Португалию. А ещё, как бы, вы можете просто потусоваться с прекрасными людьми и послушать вообще замечательную музыку. И мы, в общем-то, не изменяя своим традициям, мы вот делаем вот такую вот вечеринку. Ну и, собственно, напоследок, как же этот плуг можно найти, как вы распространяете свой журнал? Неужели только через Фейсбук? Вот, кстати, мы на страницах последних номеров печатаем постоянно такую вещь, типа, дружок, как тебе попал этот номер? Потому что нам очень интересно, как людям этот плуг достался. Ну, помимо того, что из рук в руки от друзей к друзьям, да, всё-таки работает эта вещь, что мы его раскладываем в Артисе, в кафе в Старом Городе во многих, ну, например, в Риваль-кафе, в Куму. В молодёжных центрах. В молодёжных центрах, например, да. В университетах, естественно, Таллиннские университеты, ТТУ. Как бы очень много мест, где его можно найти, разлетается, кстати, в миг. И не только в Таллине, потому что мы люди, хоть и люди тоже люди, поэтому мы как бы распространяем журнал ещё и в Тарту, а в Тарту это можно найти в клубе «Гениалисты», да, и в Тартовском университете. В Нарве можно найти, в клубе «РОРО» и в Нарвском колледже. Как бы у нас всё это работает. У нас, кстати, очень много читателей в Нарве и в Тарту. Я хочу сейчас им выразить большое уважение. Они нас очень поддерживают, и это приятно. Это очень здорово. Собственно, вы, как бы, дорогие интересующиеся, ходите по культурным местам, гуглите, набирайте plug.ee, ищите нас в Фейсбуке. И мы в Фейсбуке всегда, кстати, с каждым выходом номера, мы пишем, где можно найти наши журналы. Поэтому проще всего подписаться на нашу рассылку в Фейсбуке. Там просто наберите plug латиницы, и вы найдёте наш журнал. И вы всегда будете в курсе, где этот журнал можно найти. А ещё лучше подписывайтесь просто на наш журнал, потому что он будет к вам домой приходить. Это абсолютно удобно, недорого. И для этого напишите на plug.ee. Ну и по всем остальным вопросам вы можете обращаться туда же. Ну что ж, наше время подошло к концу на этот раз. Дан, спасибо большое за интересную информацию. Немножко окунулись, опять же, в 90-е годы, как и в прошлый раз, год назад. Удачи, во-первых, ребята, вам три года. Всё только начинается, дай бог, чтобы всё дальше, дальше, дальше. И всё круче, сильнее и выше, выше. Мы заканчиваем на этом нашу передачу. С вами были Сергей Негламурный-Овченков. Кирилл Неформальный Крабу. И Дан, только юность, только хардкор-ротарь. Только ротарь. Только ротарь, да. Спасибо. Пока. Есть свободное время? Не знаешь, чем заняться? Мы предложим варианты. Выбирать тебе. Все о досуге для тех, кому еще нет 30-ти. Молодежная памятка.